Приветствую вас дорогие мои рыбки, рыбки золотые. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня мы рассмотрим годовой прогноз событий в сфере работы и финансов на 2019 год. Для этого я буду использовать карты Таро 78 дверей. Хочу напомнить вам вначале, что это все-таки общий прогноз. За индивидуальным прогнозом милости прошу к моему шалашу, как говорится. Если у вас будет необходимость или желание. Итак, начнем с основных событий в сфере работы. Вот это у нас часть расклада работа, а эта часть расклада будет говорить о финансах. Вначале рассмотрим события в разрезе для тех, кто имеет уже работу, и для тех, кто еще только ее ищет. Так вот, начнем с событий для тех, кто работает. Здесь у нас выпало солнце. Многообещающий старший аркан. Может произойти очень много приятных событий. И улучшение условий труда. И новое место работы. И новая должность. Новое дело. У кого-то исполнится заветная цель. Кто-то получит признание, авторитет, власть, награды. Кто-то, наконец-то, завершит какое-то трудное дело. Ну, например, долго добивался приглашения в очень солидную фирму, или туда, куда он хотел, и, наконец-то, он этого добьется. В общем, многие другие приятности по солнцу могут к вам прийти. Можно даже сказать, о которых вы даже и мечтать боялись. Или даже вам в голову не приходило мечтать. Да, дорогие мои друзья, солнце приносит удачу. И приносит исполнение желаний. Но, но, но. Хочу обратить ваше внимание на один небольшой нюансик. Вот, если долго плясать ногишом под солнцем, то ведь можно и сгореть, так ведь? Отсюда вывод. Аркан дает не только радушные перспективы, но и совет. Всего должно быть в меру. Управляйте, пожалуйста, своими эмоциями и действиями. Как на солнцепёке можно сгореть, так и на работе обжечься. Ну вот, например, повышение в должности или получение хорошей денежной работы приносит не только почести, статус, деньги, но и, что ещё? Да, ответственность. И если вдруг вы зазвездите, то есть большой риск упустить момент, когда можно заметить, что кресло под вами начнёт рушиться. Ну, образно говоря. Либо его вам кто-то подпилит, либо начальство будет вами очень-очень недовольно. Другой пример. Вам предложили шикарное место. Ну, со слов приглашающей стороны. И вы, сияя счастьем, гордостью, ну, типа, наконец-то настала моя минута славы, бросаете свою стабильную работу, где вас, кстати, возможно, даже носили на руках, и идёте в полную неизвестность на это новое место. При этом даже не изучив досконально все условия. Естественно, что там? Увы. Там полная засада. Грубо говоря, сплошная каторка с неясными перспективами. Вот поэтому Аркан Солнца, он не только обнадёживает, но и предупреждает. Ну, вы поняли меня, друзья. Идём дальше. Рассмотрим основные события для тех, кто ищет работу. Здесь выпала двоечка Пентакли. У вас, друзья мои, ожидает, ну, я бы так сказал, неспокойное время. Много суеты, беготни, лавирования. Может даже быть и приспособление к условиям на работе, к людям. Возможно, даже им такие моменты, когда придётся выбирать между равноценными предложениями. Короче, без работы-то вы не останетесь. Кто-то даже из вас будет ещё и выбирать, и перебирать. То есть, менять это место работы. Либо будет работать на двух работах. Совмещать две должности. Есть также вероятность, что вы найдёте себе работу по душе в этом году. И, можно сказать, будете гореть на ней. Точнее, будете крутиться, как белка в колесе. Далее у нас, давайте посмотрим, какая же удача ждёт вас в рабочих делах. Здесь у нас выпала восьмёрочка Пентакли. А удача будет. Будет в том, что вы можете получить выгодный проект, выгодный контракт или выгодную работу. Причём на долгосрочной основе. Такую стабильненькую. Очень стабильненькую. И, естественно, это даст вам возможность развиваться как в профессиональном плане, также и рост статуса не исключён в своей стезе. Что ещё? Да, ещё для вас это время очень удачно в том, что вы будете всё схватывать на лету и быстро освоите новые навыки на работе. Что, естественно, вам позволит прорваться на более высокую должность или на более престижный участок работы. Ну и ещё что можно сказать, что есть вероятность большая, что вы выбьете для себя выгодные условия. Удачно встроитесь в команду и получите поддержку. Как коллег, так и руководством. Прекрасная удача. Теперь давайте поговорим о препятствиях. Как без них? Какие ожидают вас камушки на пути? Здесь у нас выпал туз мечей. Ну, не так всё страшно. Не исключены какие-то острые ситуации, скорее всего, юридического характера. Могут быть необдуманные поступки с вашей стороны. Также использование непроверенных фактов, непроверенной информации, что, естественно, вполне может принести вам вред. Так что будьте внимательны. Не доверяйте словам, а проверяйте на деле. И будьте внимательны к документам, к оформлению бумаг. Вот, пожалуй, и все препятствия. На этом мы рабочую сферу с вами рассмотрели. Теперь давайте перейдём к финансовой сфере. Здесь у меня три карты. Какие же события ожидают вас в этой сфере, в финансовой сфере? Здесь у нас выпал Паш Пентакли. Ну, сразу можно сказать, что неожиданная удача может постучаться к вам в дверь. А именно, могут возникнуть новые обстоятельства, новые ситуации. И у вас появится возможность улучшить своё финансовое положение. В том числе и за счёт нового дела, или новой работы. Тут главное в денежных делах исключить эмоции. Быть практичными и не торопиться. Также в этом году вы можете получить очень ценные знания и ценные навыки. И это очень важно для вас в этом году. В общем, друзья мои, включайте голову, логику, анализ на полную катушку. И будет вам счастье. Вот так вот. Теперь посмотрим, какая же ждёт удача вас в денежных-то делах. Здесь у нас выпала двоечка мечей. Ну, я бы сказала так. Удача придёт оттуда, откуда вы её не ждали. И на данный момент даже представить себе это не можете. То есть деньги пойдут к вам из незнакомых для вас источников. А возможно, даже издалека. Ну вот, например, вы ведёте любительский блок. И не собираетесь на нём зарабатывать. Но ситуация сложится так, что это станет вашим основным и очень прибыльным источником доходов. И денежки потекут из разных уголков страны. А то и мира. Другой вариант. Вас неожиданно пригласят на другое место работы, о котором вы не только не мечтали, но даже и не думали. Или вы получите долю в наследстве, в бизнесе. Ну, больше, чем вы рассчитывали. И это не всё. Так же есть вероятность. Большая вероятность оказаться в нужном месте в нужный час. И выбрать для себя подходящий вариант. Удачно договориться. Есть так же возможность в этом году избежать финансовых потерь, которых вы ожидали. То есть безболезненно выйти из сложной ситуации с деньгами. Ну, это для тех, у кого такая ситуация есть. Ну, например, избежать штрафа. Как видите, друзья мои, у вас большой выбор. Дай-то Бог. Пусть так оно и будет. Пусть удача к нам придёт вся и в самом большом размере. Ну, а теперь давайте поговорим о препятствиях. Здесь у нас выпала шестёрочка чаш. Карта указывает, что препятствиями для вас могут стать старые источники доходов. Ну, которые мало что вам уже дают, а бросить жалко. Это знаете, как с работы. Мало получаешь, а уходить страшно, или даже жалко бросать коллектив хороший, и так далее, и так далее. Так же препятствиями могут быть и даже родственные связи. Это и завышенные запросы близких родных или других родственников, которым вы не можете отказать в финансовой поддержке. Это могут быть и старые долги, которые тянутся уже много лет. Так же наследственные претензии, когда родственники претендуют на ваше имущество. Причём незаслуженно претендуют. Вот такой прогноз нам дали карты Таро на 2019 год. Мне остаётся пожелать вам удачи в этих серьёзных сферах жизни. Дай Бог вам силы, энергии, здоровья и терпения. И всё у вас получится. Однозначно. До новых встреч, друзья мои, на моём канале. До новых встреч, друзья мои.